МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНОС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Новости на восьмом. А значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях в жизни Владивостока. С вами я, Сергей Комаров. И вот, что произошло в нашем городе к этому часу. Олег Гуменюк официально вступил в должность главы Владивостока. Нового главу поздравили первые лица региона. Я, Гуменюк Олег Владимирович, вступаю в должность главы города. Так же истинно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия. Исследователь океанов Жан-Мишель Кусто прибыл в Приморье, чтобы помочь косаткам и белухам в бухте Среднее. Ситуацию в центре адаптации он обсудил с главой региона. Эта задача стоит перед нами. И сегодня мы с учеными этот вопрос прорабатываем. Дальневосточный федеральный университет и Третьяковская галерея представили совместную образовательную программу. Мы будем подбираться совместно преподавателей из трех институций. Так же в выпуске. Первая парковка для мам появилась во Владивостоке у одного из торговых центров города. И еще расскажем. В Приморье военные летчики состязаются в авиадартс. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Честно и добросовестно, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города, 5 апреля Олег Гуменюк официально вступил в должность главы Владивостока. Церемония принятия присяги прошла в торжественной обстановке. Нового главу поздравили первые лица региона и пожелали на новом посту сил, профессионализма, терпения и любви к городу и его жителям. Я, Гуменюк Олег Владимирович, вступаю в должность главы города. Торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия. Торжественная церемония вступления в должность нового главы города состоялась в присутствии представителей краевой и городской власти, иностранных консульств и силовых структур, бизнеса и общественности. Удостоверение главы города Владивостока Олегу Гуменюку вручил председатель городской думы Андрей Брик. Возглавлять Владивосток Олег Гуменюк будет в ближайшие пять лет. Главой столицы Дальневосточного федерального округа он назначен решением депутатов городской думы 28 марта. Олег Гуменюк руководил городом с декабря 2018 года. Он получил назначение при поддержке губернатора Приморья Олега Кожемяка. Это особенно важно, потому что вы принимаете на себя руководство столицей Дальнего Востока и городу, где родина стабильность, уверенность в завтрашнем дне создания условий для комфортного проживания граждан. Пост мэра Владивостока оставался вакантным с октября, когда ушел в добровольную отставку Виталий Веркиенко. И О главы Сергей Шерстюк, руководивший городом несколько месяцев, успел провести в жизнь некоторые замыслы Виталия Веркиенко и, получив новое назначение в Санкт-Петербурге, продолжил карьеру в госслужбе. Олега Гуменюка избрала гордума по действующему закону. Он стал так называемым конкурсным мэром. Ждем конструктивной работы, глубоко погружаемой во все проблемы. Мы видим, что эти проблемы накопились достаточно длительный период времени. Мы уверены, что именно в работе с депутатским корпусом мы вот именно такой работы ждем, совместной работы. Будут решены все проблемы. Олег Гуменюк называет себя не политиком, а хозяйственником. Он уже расставил приоритеты. В первую очередь развивать дорожную инфраструктуру, обновлять общественный транспорт и благоустраивать парки и набережные. А залогом успешной работы видит поддержку региональных и федеральных властей. За время работы всего за несколько месяцев Олег Гуменюк и его команда в администрации города решили немало вопросов. Кардинально поменяли подход к питанию в школах, сдали несколько детских садов, поддержали жителей, восставших против точечной застройки. Программа развития, представленная Олегом Гуменюком, уже подтверждена реальными делами. Где, которые эмоции я ощутил, стоя и получая из рук депутатов города Владивостока, можно сказать, мандат, мэра города Владивостока, это понимаешь, насколько это ответственно. И видя столько людей, которые смотрят на тебя, это очень волнительная минута. Также построят 9 новых детских садов и 2 школы. Администрация Владивостока активно включилась в губернаторскую программу «Тысяча дворов», а также в программу благоустройства скверов и парков. Олег Гуменюк считает, что нужно привести в порядок побережье, упорядочить городостроительную деятельность, а также сделать так, чтобы уменьшить отток населения из Владивостока. Самая главная поддержка – это в лице Олега Николаевича, который поверил в меня и предложил мою кандидатуру именно на эту должность. Глава Приморья Олег Кожемяка во время церемонии инаугурации заявил, что будет оказывать всяческую поддержку в развитии дальневосточной столицы. В ответ на вопрос к губернатору Приморья, какие задачи он ставит перед новым главой города, Олег Кожемяка ответил так. Вы знаете, задачи нам ставят жители, и мы их довольно подробно выслушивали в течение избирательной кампании и вместе уже с Олегом Владимировичем на такой заключительной фазе, когда встречались с жителями. Поэтому, конечно, это прежде всего ремонт дорог, это фасады, как лицо нашего города, это городской транспорт, который должен быть удобный, комфортный, современный, это стоянки, которые необходимы городу, парковые зоны, благоустройство наших дворов. Сразу после церемонии инаугурации Олег Гуменюк начал рабочие совещания и встречи с жителями различных районов Владивостока. График у нового главы города с первого же официального рабочего дня настолько плотный, сообщили в пресс-службе, что времени порой не хватает даже на обед. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Первая парковка для мам появилась во Владивостоке. На территории одного из торговых центров установили необычные указатели. Теперь мамы с грудными детьми могут припарковать свой автомобиль в разрешённом месте рядом с входом в торговый центр на бесплатной основе. Подробности у Катерины Матвеевой. Людмила Куприенко – мама четверых детей. Для неё каждый поход в магазин – испытание. Близко ко входу автомобиль не поставить. А кроме тяжёлых сумок на руках маленький ребёнок. Сегодня таких проблем может стать меньше. На парковке одного из торговых центров Владивостока появились специальные места, где могут припарковаться мамы с детьми. Сейчас такое время. Всю информацию получаем мы из соцсетей, из интернета. И поэтому, читая, наткнулся на пост Ксении Князевой о просьбе открыть бесплатные парковочные места для многодетных семей, для молодых мам у социальных важных объектов и у торговых центров. Поэтому решили поддержать эту идею. Парковочные места оборудовали специальными знаками. В первую очередь ставить авто здесь смогут молодые мамы с ребёнком, мамы с двумя детьми и многодетные семьи с тремя детьми и более. Служба контроля торгового центра будет следить, чтобы выделенные места для мам не занимали ушлые бездетные автовладельцы. Каждый день я сталкиваюсь с этим и вынуждена сначала детей отвозить домой, а потом сама ехать за покупками, потому что крайне тяжело всей семьёй мне идти в магазин, потом везти детей, пакеты. Это очень тяжело. Если честно, вообще мне не верится до сих пор, что эти знаки появились возле торгового центра. Я в шоке. У меня просто эмоции меня переполняют, слёзы на глазах наворачиваются. Потому что это очень большая необходимость для мамочек с детками грудничкового возраста, вот такие малыши, которые ещё самостоятельно не ходят. В отличие от парковки для инвалидов, эти места пока не закреплены юридически. Молодые мамы призывают краевые и муниципальные власти поддержать эту инициативу и узаконить данный знак, чтобы подобными парковками могли пользоваться во всех городах Приморского края. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом. Исследователь океанов Жан-Мишель Кусто сегодня встретился во Владивостоке с главой Приморья Олегом Кожемяка. Напомним, Жан-Мишель Кусто – старший сын знаменитого океанографа Жака Ива Кусто. В Россию он прилетел с международной командой учёных по приглашению Минприроды и главы Приморья для помощи касаткам и белухам, содержащимся в бухте Среднее. В пятницу политик и учёные обсудили ситуацию в Центре адаптации, который с этого дня получил статус Центра реабилитации морских млекопитающих. Подробности в следующем сюжете. Говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Жан-Мишель Кусто, как никто другой, может подтвердить правдивость народной мудрости. Сын изобретателя акваланга и самого известного исследователя морских глубин, Кусто-младший – сам океанограф. И по приглашению губернатора Приморья он прибыл во Владивосток вместе со своей исследовательской командой. Олег Кожемяков встретил французского исследователя морских глубин на Приморской земле в стенах администрации края. Политик и учёные обсуждали судьбу косаток и белух, которые по-прежнему содержатся в Центре адаптации морских млекопитающих в Бухте-Среднее. Поэтому адаптировать их, подлечить, сделать так, чтобы они находились в нормальных условиях – эта задача стоит перед нами. И сегодня мы с учёными этот вопрос порабатываем. Я думаю, что в этом году такой реабилитационный центр будет открыт. Жан-Мишель Кусто не только поблагодарил губернатора за приглашение и возможность поработать с животными, но и поделился с местными СМИ планами на ближайшее время. В свою очередь, глава региона подчеркнул, что опыт команды Кусто обязательно будет учтён. Наша команда учёных могла бы поделиться многими знаниями, и нам нужно работать как с учёными, так и с наблюдателями, с теми людьми, которые непосредственно заботятся об этих животных. И мы должны всегда с вами держать в голове одну вещь – киты, дельфины, белуги. Одни, как и мы, млекопитающие. Просто мы на суше, а они в океане. По словам Олега Кожемяка, в бухте Средняя постоянно ведётся мониторинг состояния морских млекопитающих. В настоящий момент, отмечает губернатор, все животные находятся в удовлетворительном состоянии. Им предоставлено всё необходимое питание и очищенная вода. Наша цель здесь – это исключительно вести дискуссию с местными учёными, задавать им вопросы. И если у них будут вопросы, отвечать им. Мы будем рады ответить. И мы надеемся в итоге оставить какой-то план действий. Мы здесь не для того, чтобы критиковать или обвинять. Мы здесь, чтобы помочь. Начиная с субботы, 6 апреля, Кусто и его международная исследовательская команда приступят к работе по спасению морских животных в Центре адаптации под находкой. Восьмой канал продолжает следить за судьбой морских млекопитающих. Евгений Черёмухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Тем временем уссурийская тайга понесла очередную значительную потерю. Незаконный вывоз в Китай более 12 тонн шкур андатры пресекли уссурийские таможенники в пункте пропуска пограничной. Стоимость контрабанды составила около 7 миллионов рублей. В партии оказалось около 90 тысяч шкурок. Во время проверки выяснилось, что документы российской компании на пушнину являются недействительными. Представить документы, подтверждающие законность происхождения шкурок андатры, директор компании не смог. Товар изъят по факту незаконного перемещения шкурок андатры, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере». Житель Приморья задержан по подозрению в совершении серии грабежей. В качестве потерпевших злоумышленник выбирал женщин преклонного возраста, вырывая из их рук сумки и пакеты в безлюдном месте. В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску обратилась 62-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила о совершенном в отношении нее грабеже. Женщина рассказала, что проходила мимо парка, когда сзади со спины к ней подбежал злоумышленник, вырвал из рук сумку и скрылся с места происшествия. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 10 тысяч рублей. Двумя днями позже в городской отдел полиции обратилась 67-летняя женщина с сообщением о подобном грабеже. Добычей злоумышленника стал пакет с имуществом потерпевшей на сумму более 5 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался местный житель. В отделе полиции он дал признательные показания. Задержанный пояснил, что специально выслеживал пожилых одиноких женщин для совершения преступных действий. Похищенным имуществом распоряжался по своему усмотрению. Возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Сотрудники полиции проверяют фигуранта уголовных дел на причастность к ранее совершенным преступлениям. Найти и уничтожить. Военные летчики состязаются в Авиадарте в Приморье. На территории в 50 квадратных километров пилоты ВВО должны найти цели, которые в два раза меньше самолета, и точно доложить координаты, чтобы прямым попаданием разнести ее в клочья. Подробности в следующем материале. Мишени на земле уничтожают лучшие летчики Дальнего Востока. На полигонах Приморского края рвутся бомбы. Отборочный этап конкурса «Авиадарц-2019» проходит в Восточном военном округе в рамках армейских международных игр. Все типы самолетов оперативно-тактической авиации, какие есть в Восточном военном округе, взлетают с аэродрома «Центральная угловая». Штурмовики, бомбардировщики и истребители из Забайкалья, Хабаровского и Приморского краев в небе над Владивостоком состязаются в Авиадарте. Экипажи в заданном районе должны обнаружить три объекта, местоположение которых неизвестно для них предварительно. Они знают предварительно размер, форму. Практическое применение вооружения – одно из заданий конкурса «Авиадарц». Штурмовики Су-25 парой заходят на полигон, ведомый выпускает ракету, а ведущий сбрасывает бомбу. Попал или нет – разглядывать некогда. Нужно уводить самолет и уступать место следующим экипажам – истребителям Су-30. «Мы получили указание, что в заданном квадрате, в рамках полигона находится мишень. Вышли по времени, обнаружили эту мишень. И, как нас учили наши командиры, лётчики-инструкторы, прямым попаданием разнесли её в клочья». Участники конкурса прошлых лет – боевые офицеры, сражавшиеся с террористами в Сирийской Арабской Республике, дают дорогу молодым, но уже опытным пилотам. Задания на «Авиадарце» максимально приближены к боевым. Например, разведка с воздуха. На территории в 50 квадратных километров найти цель размером в два раза меньше самолёта и точно доложить координаты. Судьи проверяют, как пара самолётов способна выдерживать в небе боевые порядки, ведомые почти зеркальные отражения ведущего самолёта. Всего 15 метров в сторону и штрафные баллы. В финал «Авиадарц-2019» попадут лишь лучшие из лучших. Анна Бережная, новости на восьмом. Сейчас уйдём на короткую рекламу, после которой… Новую образовательную программу ДВФУ «Арт-менеджмент» и «Музейное кураторство» представила в университете директор Третьяковской галереи. Ограничения установлены. Приморских рыбаков могут оштрафовать за превышение лимита на ловлю рыбы. Подписчики Национального парка «Земля леопарда» в соцсетях выбрали победителя международного фотоконкурса «Леопард здесь». Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНОС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмпункт медицинского центра «САНОС» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами я, Сергей Комаров, и мы продолжаем. Новую образовательную программу ДВФУ «Арт-менеджмент и музейное кураторство» представила в университете директор Третьяковской галереи. Ограничения установлены. Приморских рыбаков могут оштрафовать за превышение лимита на ловлю рыбы. Подписчики Национального парка «Земля леопарда» в соцсетях выбрали победителя международного фотоконкурса «Леопард здесь». Дальневосточный федеральный университет и Третьяковская галерея представили в пятницу во Владивостоке совместную образовательную программу «Арт-менеджмент и музейное кураторство». Третьяковку на встрече представляла сама Зельфира Трегулова, директор всемирно известной галереи. С подробностями Дмитрий Беломеснов. История искусства и музейного дела, музейное проектирование, правовые основы музейной работы, анализы памятников. Эти и другие дисциплины будут изучать студенты в рамках нового образовательного модуля «Арт-менеджмент и музейное кураторство» на площадках ДВФУ. Чтобы представить образовательную программу во Владивосток прибыла директор Третьяковки Зельфира Трегулова. Будет программа дополнительного образования, которая позволит не только тем студентам, которые изучают историю искусства, но и студентам гуманитарных направлений университета получить новые знания и освоить новые компетенции. Набор откроется уже в новом учебном 2019-2020 году. Чтобы стать слушателем курса, не нужно сдавать ЕГЭ. Главное – написать эссе и представить проект о деятельности музеев. Первая двадцатка студентов получит дополнительное образование бесплатно. Всего обучения будет длиться два семестра. Вести занятия, лекции и мастер-классы будут преподаватели ДВФУ и Московского МГУ, а также сотрудники Третьяковской галереи. Мы будем подбираться совместно преподавателей из трёх институций, но это не исключает, что мы будем приглашать кого-то, кто обладает какими-то компетенциями, которых нет ни здесь, ни в МГУ и нет в Третьяковской галереи. Запуск образовательной программы «Арт-менеджмент» и «Музейное кураторство» обусловлен необходимостью подготовки высококвалифицированных специалистов в области музейного дела для многофункционального культурного центра, который откроется во Владивостоке к 2023 году по поручению президента России Владимира Путина. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Оригинальное жильё построил себе житель Надеждинского района. Получатель дальневосточного гектара в селе Тереховка переехал жить под купол. Как сообщили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Владимир Столяров с семьёй получил земельный участок площадью около 5 гектаров и построил на нём купольный дом. В настоящее время он обустроил часть дома для жизни, переехал в него и продолжает отделочные работы, чтобы до начала сезона завершить переезд всей семьи на дальневосточный гектар. Сам Владимир отмечает, что и представить себе не мог, насколько просторная получится конструкция и как много будет отделочных работ. Площадь основания дома – 145 квадратных метров. Жилая площадь всех помещений, включая второй этаж, около 200. По словам Владимира, дом необычен не только своей формой. У него самонесущая конструкция и не требующая несущие стены и колонны. При строительстве опробованы нестандартные материалы для утепления. Например, эковата, произведённая из муклатуры и использована для утепления полов. О ходе освоения участка хозяин рассказывает на своей странице в социальной сети Instagram. В планах Владимира к началу лета построить ферму и завести скот. Напомним, оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно через интернет с помощью федеральной информационной системы на дальневосток.рф. Приморцам ограничили рыбалку на удочку. Нормы для любительской рыбалки в Приморье были введены немногим меньше года назад. Между тем, многие ещё не знают, что их любимое хобби лимитировано по ряду видов и лишние трофеи могут обернуться штрафами. Сколько рыбок тянуть из пруда, расскажет Дмитрий Беломеснов. В России ограничения для рыболовов-любителей стали вводить с июня 2017 года. Лимиты для дальневосточного бассейна соответствующий приказ Минсельхоз установил в июне прошлого года. Нормы введены как по морской рыбе, так и по обитателям рек и озёр. В Приморье рыбак-любитель за сутки может наловить на одном месте 30 терпугов, камбал, краснопёрок угаев, минтая, 60 наваг, 20 тихоокеанских сельдей, 100 зубастых корюшек, 15 кунш, 25 мальм, 10 пеленгасов, 10 миди-грея, 200 креветок. Лимиты по пресноводным трофеям таковы. Линки, хариус и монгольский краснопёр – 15 штук, серебряный карась и пёстрый конь – 20 особей, толстолобики, сазан, верхогляд, щука, налим, амурский сом – 5 хвостов, белый амурский лещ и таймень – по 3 рыбы. При этом, если вы рыбачите на одном месте дольше пары суток, итоговый улов на человека не должен превышать двухсуточных норм. Максимальное наказание, которое грозит за превышение лимита – 5000 рублей с конфискацией снаряжения. Отметим, и рыбоохрана, и рыбаки ждут официального уточнения, засчитывать ли переработанный улов, то есть тот, который на месте был зажарен, засолен, пущен в уху или просто почищен и разделан. Данный закон, он не сильно как-то ограничил любительскую рыбалку, но, скорее всего, по браконьерам он ударит. И на самом деле это неплохо. Действительно, рыба должна возобновляться, и необходимо бороться с браконьерством. Поэтому любители только за такой закон, он ни в чем не ущемляет. Нормы прописаны для довольно малого числа видов. Так что окуня, судака, леща, езя, платву, гальяна, пискаря, бычков и многих других обитателей вот при море можно ловить волю. Разумеется, разрешенными орудиями и способами. Удочка из спиннинга, на крючок с наживкой, воблер или блесну. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. Подписчики Национального парка «Земля леопарда» в социальных сетях путем голосования выбрали победителя международного конкурса «Леопард здесь». Напомним, конкурс стартовал 1 марта в День кошек для привлечения внимания общественности к проблеме сохранения дальневосточного леопарда. К участию в акции «Земля леопарда» призывала людей, неравнодушных к судьбе редчайшей пятнистой кошки. Для этого необходимо было сфотографировать красивый пейзаж из своего региона через особую рамку силуэт и выложить снимок в социальных сетях с пометкой «Хэштег Леопард здесь». После объявления конкурса в соцсетях были опубликованы десятки ярких и оригинальных снимков с леопардом из самых разных уголков планеты. Благодаря участникам акции «Краснокнижный зверь» побывал в новых местах родного Приморья и за его пределами. Герой конкурса оставил свой след в Европе, Северной Америке, Юго-Восточной Азии, а также в множестве регионов России от Камчатки до Москвы. Так леопард был отмечен даже там, где о нем почти не знают, выступив символом единства природы и всего живого. Лучшим оказался снимок, запечатлевший силуэт редкой кошки из приморского края на фоне тропических лесов Филиппин. И к новостям спорта. Школьники Владивостока борются за победу в баскетбольном турнире «Лока-баскет». Приморские бадминтонисты выступят на Европейских играх. Соревнования по необычной гребле пройдут в кампусе ДВФУ. Подробнее обо всем этом расскажет Максим Яковлев. Финальные соревнования баскетбольного турнира «Лока-баскет» проходят во Владивостоке. В знаменитых состязаниях среди школьников сейчас участвуют 22 региона страны. Отборочные встречи проходят и в Приморской столице. Здесь в региональном финале борются парни и девушки из Владивостока и находки. Все это учащиеся 9-11 классов. Юные баскетболисты разыграют всего одну путевку на всероссийский финал «Лока-баскет», который пройдет в Сочи. Застать решающие игры можно во Дворце спорта «Юность». Матчи финалистов всего турнира начнутся 6 апреля в 10.00. Ход свободный. Приморские бадминтонисты примут участие в европейских играх. Массовые соревнования, которые пройдут в Минске в июне, считаются практически Европейской Олимпиадой. В программу игр входят 15 видов спорта, а встречаются в них несколько тысяч участников со всех уголков мира. Отбор на эти статусные состязания прошли и наши известные спортсмены – Евгений Дремин и Евгения Димова. Приморская пара бадминтонистов успела набрать международный рейтинг и оказаться на 34-м месте в общемировой классификации. Этот результат позволит им выступить в играх. Опытный дуэт на европейских стартах будет не только представлять наш регион, но и защищать честь сборной России. Любители эндор-гребли сойдутся во Владивостоке. Необычные соревнования по гребле в закрытом помещении примет кампус ДВФУ. Университет уже традиционно каждый год проводит целый кубок, в котором могут поучаствовать как студенты, так и другие спортсмены. Свои силы ребята будут показывать на виртуальных лодках – грибных эргометрах «Концепт-2». Участников ждут 4 дистанции – 200, 500, 1000 и 2000 метров. Грибные эргометры будут подключены к Wi-Fi, благодаря чему зрители смогут видеть продвижение виртуальных лодок на мониторе в реальном времени и болеть за своих друзей. Борьба за кубок по эндор-гребли начнется 7 апреля в 9.00. Максим Яковлев, новости спорта на 8. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Олег Гуменюк официально вступил в должность главы Владивостока. Нового главу поздравили первые лица региона. Исследователь океанов Жан-Мишель Кусто прибыл в Приморье для помощи в реабилитации косаток и белух, содержащихся в бухте Среднее. Приморцам ограничили рыбалку на удочку. Любители могут быть оштрафованы за превышение лимита на ловлю рыбы. Первая парковка для мам появилась во Владивостоке. На территории одного из торговых центров установили необычные указатели. Авиадартс в Приморье. Военные летчики соревнуются в мастерстве поражения целей. Новую образовательную программу ДВФУ, арт-менеджмент и музейное кураторство представила во Владивостоке директор Третьяковской галереи. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное. Владивосток. Выставка, приуроченная году театра и посвященная искусству балетов, художественной фотографии и фарфоре, открыта в Приморской картинной галереи. Искусство балета всегда вдохновляло художников. А в год 275-летия рождения русского фарфора сотрудники галереи представили коллекцию фарфоровой скульптуры малых форм, посвященной балету. На персонажей балетов русских сезонов в Париже, на образы юных балерин и состоявшихся танцовщиков смотрим вместе, прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами был Сергей Комаров. Увидимся на восьмом. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»